Всех приветствую, давайте скажем славу нашему Господу. Хор сейчас пел псалом, я так слушал, и мне показалось, что самое такое повторяющееся слово, которое прозвучало в этом псалме, это было «открой». Открой глаза, открой уши, открой уста. И на самом деле очень важно, чтобы когда Бог нам открывает что-то, через слово, проповеди, через псалом, очень важно, чтобы сердце наше было к этому открыто, чтобы уши наши были к этому открыты. И для этого мы молимся первой молитвой в начале служения, настраиваясь на ход служения. И поэтому я очень рад на самом деле, что Бог так посетил нас сегодня, потому что после того, как Бог посетит, совершенно по-другому все воспринимается, за это слава нашему Господу. Я хотел бы проповедовать на одну тему, она мне показалась очень важной. И прежде чем я озвучу название проповеди, я зачитаю из Евангелия от Матфея, 6 главы, с 19 стиха. Евангелие от Матфея, 6 глава, 19 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше». До этого места. И свою проповедь я назвал «Правильное сокровище». Правильное сокровище. Мы видим, что здесь Иисус, говоря свою проповедь, которая называется Нагорной, Он говорит о двух видах сокровища. Сокровище земное и сокровище небесное. И далее Он говорит о том, что где наши сокровища находятся, там находится и наше сердце. Что значит, где находится наше сердце? Это значит, что туда направлены наши мысли, туда направлены наши старания, стремления. Там находится все наше время. И мы можем судить из этого, к чему направлены наши сердца. И, конечно, когда Иисус об этом говорил, я не думаю, что Он имел в виду, что нужно от всего земного отказаться, что не нужно заботиться о семье, не нужно какие-то быт устраивать, да, и все в таком роде. Но я думаю, что Он в первую очередь обращал внимание на то, что является в жизни приоритетом. И Он говорит о том, что, в общем-то, то, что здесь на земле, да, то, что по нашим меркам может представлять ценность, оно подвержено увяданию. Оно не вечно, да. Здесь написано, что сокровища на небе, моль и ржа не истребляют, да, в уровень подкапывают, не крадут. То есть то, что здесь на земле, оно может исчезнуть, да, и в раз может исчезнуть. А то, что на небесах, оно пребывает вечно, и этого уже у нас никто не отнимет. Слава Господу. И, конечно же, возникает вопрос, да, основной. Ну, как мне в моей жизни, да, богатеть в небесное? Как вот мне взять и начать вкладывать, да, говоря таким языком, возможно, финансовым, да, вкладывать какие-то вклады, делать выгодные, да, вот в вечное, то, что пребывает вечно. И я бы хотел отметить три таких пункта, во что можно вкладывать и как можно вкладывать, да, чтобы на небесах, и не только на небесах, и в жизни иметь благословение Божье. И первое, с чего хотел бы начать, это написано в книге Экклесиаста, 11 глава, 1 стих. Экклесиаста, 11 глава, 1 стих, известный очень стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. И интересно здесь то, что хлеб, в общем-то, это в наше время хлеб является просто частью какой-то стола, частью блюд на столе. Но в то время хлеб это была неотъемлемая вообще часть, это жизнь человека была. То есть у человека не могло быть ничего, но у него есть хлеб, это значит, что у него есть пропитание. И здесь, я думаю, вкладывается именно такой смысл, что хлеб, то есть то, что у тебя есть, все твое пропитание, ты отдай, отпусти по водам. И далее написано почему. Потому что по прошествии многих дней опять найдешь его. То есть то, что мы жертвуем, то, что мы отдаем, отделяем от сердца, возможно, где-то ущемляя себя, это все нам потом возвращается не только в вечности, но и в жизни. Итак, первый пункт, да, как можно сеять вечное, это быть жертвенным. Ну и понятно, да, что возникает вопрос, а, собственно, во что вкладывать, да? Ну то есть как вот отпустить хлеб по водам? Куда его можно отпустить? И вот первое послание Иоанна, третья глава, 16 стиха написано. Первое Иоанна, третья глава, 16, видимо, ошибку допустил, прошу прощения. 17 стих, да. Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинную. Вот здесь прекрасно написано, да, куда мы можем сеять. Если ты видишь брата, да, который находится в нужде, и у тебя есть средства материальные, а у него средств нет, то ты можешь с ним поделиться. Знаете, я вспоминаю очень простой такой пример. Когда я работал на почте, у меня было очень скудно с финансами. Я тогда на себе испытал, что такое прожиточный минимум. И этот прожиточный минимум мне хватал ровно настолько, чтобы заплатить за коммунальные расходы, покушать и съездить туда-обратно. То есть ни о какой одежде там речь не шла, излишествах не шла. Я помню зиму, декабрь, и как-то так подвозит меня один брат до дома, и что-то спросил, кто ли он спросил, я уже не помню. И как-то я так сказал, да вот, что денег маловато. Знаете, он промолчал, ничего не сказал. Проходит, а это буквально перед Рождеством было дело, проходит, сколько-то может быть день, может быть и в тот же день, слышу звонок, он говорит, спускайся вниз, у меня для тебя подарок. Я спускаюсь вниз, думаю, интересно, и знаете, что за подарок был? Пакет еды, просто пакет еды. И что в этом было важно, если бы он просто гуманитарку собрал, а он туда, он позаботился, он туда положил ананас. И знаете, я не помню ничего, что там было в этом пакете, но вот этот ананас, я его запомнил на всю жизнь. Потому что брат не просто пожертвовал, он это сделал от сердца. Он сделал это так, чтобы действительно это было подарком, и чтобы это принесло мне радость. Слава Господу. И знаете, когда мы вот так вот вкладываемся, а ну может быть, не знаете, и не обязательно питание свое отдать, да, а в малом, вложился, приложил сердце. И Господь это видит, и Господь за это воздает. Слава нашему Господу. Ну и еще один такой пример. В Евангелии от Луки, в 16 главе, написан в 9 стихе, я всю историю зачитывать не буду, здесь притча о мудром, но неверном домоправителе. И как итог притчи, Иисус говорит такие слова. Он как бы показывает, знаете, ценность вот этих вот материальных благ. То есть для чего они нам? Не чтобы мы, знаете, себя кормили, себя питали, о себе заботились, но чтобы мы могли это раздавать. И я думаю, вот очень простой пример такой. Вот бывают у нас, знаете, поездки куда-то, в Тунгусово, да, мы ездим, еще куда-то, благовестие совершается. Возможно, принять надо кого-то, да, кому-то послужить. И вот если мы в это вкладываем, да, то очень конкретно и логично, да, назвать это тем, что мы приобретаем себе друзей богатым и неправедным. Мы богатеем вечное. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит, чтобы в нашей жизни так оно и было. Итак, первое, да, как вкладываться в вечное, это быть жертвенным. Второй пункт, на который я хотел бы обратить внимание, в Евангелии от Матфея. Они, в общем-то, перекликаются, очень близко идут, но хотел бы выделить отдельно. Евангелие от Матфея, 10 глава, 41 стих. Кто принимает пророка во имя пророка, тот получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. И второй пункт я назвал посвятить себя на служение. Посвятить себя на служение. И если мы начнем вникать вот в это место, то становится понятным, что речь здесь не идет о каком-то чинопочитании, да, или о том, что вот какая-то иерархия. Но здесь речь идет о том, что если ты воспринимаешь кого-то, да, или кто-то в труде находится, или просто брата, так как бы это воспринял Христос, или так как если бы это Христос был на его месте, да, то ты не просто награду получишь, а ты получишь награду этого человека. То есть соразмерно с наградой, которую будет иметь этот человек. И действительно очень важно, очень важно, знаете, если мы что-то делаем, да, для наших братьев, сестер, чтобы мы это делали с полным осознанием того, что мы это делаем не просто для кого-то, а мы это делаем для народа Божьего. По сути, для Церкви Христовой, для Его тела. И вот когда мы с этой мыслью будем что-то делать, да, то у нас совершенно будет другой подход. Мы будем понимать, что Христос, вот это наше каждое действие, Он оценивает, Он взвешивает, насколько действительно то, что я делал, оно было от сердца, насколько я вложился в то, что я делал. Опять же, я говорю, это может быть в малом, да, вот приезжает конференция, да, готовы мы принять гостей или не готовы. Знаете, бывает, особенно когда у нас евангелизационные поездки были в свое время, да, летом каждым. И вот ездишь в разных местах бываешь, в разные церкви приезжаешь, и по-разному встречают, по-разному встречают. Есть, бывает так, что вот ты приехал, и вроде накрыт стол, и вроде как бы, вроде все есть, а чувствуешь, что, ну, нету расположения. И вот тебе уже как бы и не хочется там, знаете, как-то особо, ну, не то что вкладываться, да, а просто как-то, ну, осадочек остается. И другое дело, приезжаешь, а тебе действительно рады. И церковь, она трудится, ради тебя трудится. Понимаешь, что это не то, что ты такой-то великий, да, а то, что они делают это во славу Божью. И видишь, что вот такие церкви, он Бог благословляет. И жизнь в этих церквях есть. Встаешь на молитву в церкви, а там действительно есть молитвенная жизнь. Просто Бог изливает свои потоки, потому что они себя положили для труда для его народа. Слава Господу. И это важно, это важно. Господь, Он смотрит на сердце, и Он воздает. Помоги нам, Господь. Итак, второй пункт, да, это посвятить себя на служение. И, наконец, третье, на что хотел бы обратить внимание, тоже, я считаю, очень важно, очень важно, это молиться за других, как за себя. Книга Бытие, 20 глава, в свое время меня очень коснулся этот пример. Бытие, 20 глава, 17 стиха. «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимилеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рожать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимилеха за Сару, жену Авраамову». Тоже без предыстории, да, возможно, помним, да, мы эту историю, но суть в другом. Хотел бы обратить внимание. Смотрите, Авраам молится за Авимилеха для того, чтобы Господь благословил и дал детей. Тут важно понимать, в какой период жизни Авраам за него молился. Я в свое время считал, и вот эта вот молитва, она была произнесена спустя примерно 13 лет после того, как Бог дал Аврааму обетование. То есть Авраам на протяжении 13 лет ждет, что Господь исполнит ему свое обещание и даст ему потомство. И здесь возникает человек с точно такой же проблемой, как у Авраама. И у Авраама выбор, помолиться за него или не помолиться. И Авраам молится за этого человека. Вот знаете, это очень важно. Очень важно, чтобы мы могли быть не просто, знаете, отзывчивыми на дела, да, и не только в поступках проявлялась бы наша любовь, но чтобы мы могли молиться за других людей, молиться друг за друга. Если, допустим, у меня такая же нужда, как и у него, да, а возможно, и никогда не было такой нужды, и я даже не могу понять этого человека, но тем не менее, чтобы я молился от сердца за него. Или другая сторона, да, я вижу, что Бог мне дал обетование, да, или я ожидаю чего-то, исполнение каких-то благих даяний от него в своей жизни, и вижу, что не исполняется, а у другого исполняется. И какова моя реакция в этот момент? Готов я благословить? Готов я от всего сердца порадоваться за человека? Готов ли я не за него помолиться? Или мое сердце ожесточается? Или я начинаю унывать и завидовать? И вот это большой вопрос. Вот этим проверяется наша любовь к ближнему и наша любовь к Богу. Бог не просто так допускает такие ситуации. Может казаться, что вот, ну как так? Вот вроде, ну, Бог видит мою нужду, видит, что я молюсь, а почему-то исполняет не мне. Так, возможно, Он нас через эти обстоятельства проводит для того, чтобы проверить, насколько я люблю Его. Важен ли мне Он или важно мне то, что Он мне дает. И пусть Господь нас благословит, чтобы в нашей жизни действительно главное оставалось главным. Еще раз хотел бы подчеркнуть, да, что Господь, Он не против того, чтобы в нашей жизни было устройство. Он не против того, чтобы мы жили хорошо здесь. Но для Него не это ценно. Для Него ценно то, чтобы я и ты были спасены. И для этого Он нас проводит через какие-то обстоятельства жизни. И важно то, какой мы плод приносим в этих обстоятельствах. Готовы ли мы быть жертвенными, да, хотя, возможно, и нам это сегодня не под силу. Готовы ли мы посвящать себя на служение, когда свои вопросы не усмотрены, да. Готовы ли мы молиться за других, когда Бог на наши молитвы не отвечает. Готовы ли мы сегодня. Пусть нас Господь благословит, друзья, чтобы мы могли в своем сердце ответить, да, Господи, я готов. Не знаете, не своими силами, но милостью Божьей. По манерам Господь, давайте будем молиться, чтобы нам в нашей жизни богатеть в небесное, а не в земное. Аминь.